Всем привет! Сегодня в студии я, Арина Пономаренко. Наша команда подготовила для вас самые интересные новости. Не будем тянуть, начнем. Губернатор Ямала и главный санитарный врач округа обсудили план мероприятий по профилактике коронавируса. Несмотря на то, что арктический регион находится далеко от очага распространения вируса Китая и климат у нас безопаснее, Дмитрий Артюхов провел встречу с руководителем управления Роспотребнадзора Людмилой Нечапуренко. Он поручил провести весь комплекс мероприятий для того, чтобы вирус не попал на Ямал и не распространился по его территории. Сейчас ситуация в регионе опасений не вызывает. План дополнительных мер по предупреждению завоза и профилактики распространения коронавирусной инфекции разработан. Обеспечена готовность учреждений Роспотребнадзора и медицинских служб. В каждом городе и поселке, в больницах и аптеках есть необходимый запас противовирусных препаратов. Кроме того, Дмитрий Артюхов поддержал предложение Роспотребнадзора об установке в аэропортах Нового Уренгоя на Дыма и Салихарда стационарных тепловизоров для дистанционного измерения температуры тела пассажиров. Особое внимание туристам из Китая, причем не только в аэропорту. Руководителям ямальских аэропортов поручено разработать план действий. Что предпринять, если на борту самолета обнаружат больного с подозрением на коронавирус? С персоналом аэровокзалов проводят занятия по выявлению и диагностике этой инфекции. Есть достаточный запас защитных костюмов для медиков, масок, обеззараживающих средств и противовирусных лекарств. Анализы на коронавирус готовы делать три лаборатории округа. Палаты инфекционных отделений и реанимации тоже готовы принимать больных. Теперь про другую инфекцию. Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в регионе в начале февраля. Как дела обстоят сегодня, расскажем в новостях короткой строкой. В девяти районах нашего округа за неделю зарегистрировано 55 случаев гриппа. Из всех заболевших прививки были лишь у трех человек. А всего с 20 по 26 января диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» ямальцам поставили 6 с лишним тысяч раз. Это по-прежнему ниже порогового эпидзначения. Случаев внебольничной пневмонии фиксируется меньше, чем обычно – 76. Но зато в больницу угодили почти все такие пациенты. Совет Федерации одобрил закон о праве детей на жилье при разводе отца и матери. Когда документ вступит в силу, суды смогут привлекать родителя, проживающего отдельно от ребенка, к оплате расходов на квартиру. Семейный кодекс вроде бы уже предусматривает, что каждый такой родитель платит алименты, а значит несет ответственность за содержание ребенка, в том числе за решение квартирного вопроса. А вот к дополнительным расходам его могли привлечь в суде только в исключительных обстоятельствах. Теперь перечень таких обстоятельств дополняется новым пунктом – отсутствие у детей нормального жилья. В полуфинале лидеров России приняла участие семья из Нового Уренгоя. Это Артем и Наталья Пикаловы. В супроде воспитывают четырех детей. В 2010 году Артем Пикалов был выбран депутатом Городской думы. В 2014 году стал руководителем окружного координационного центра в сфере социальной реабилитации и социализации наркозависимых. Наталья Пикалова, как ее муж, занимается работой с семьями. С 2015 года она возглавляет организацию «Матери против наркотиков» в ЯНАО. Всего в Уральском федеральном округе в полуфинал конкурса лидеры России прошли три семьи. Дмитрий Артюхов открыл в Надыме новый спорткомплекс «Арктика». Это самый большой спортивный объект на территории Надымского района. А еще губернатор во время поездки вручил ключи новоселам. Там сдали пятый дом в микрорайоне «Олимпийский», все 216 квартир которого предназначены для переселенцев, жильцов аварийных домов. Микрорайон строится комплексно. Детский сад там уже начали возводить, а в конце года начнется строительство школы. Сергей Рунько, Наталья Ореховских, телерадио компания «Сигма» для НУР-24. Ярсалинский зимник все еще закрыт. Трассу Оксарка, Салемал, Панаевск, Ярсале все еще не могут открыть из-за теплой и очень снежной зимы. Лед из-за этого слоистый и непрочный. Для того, чтобы убедиться в безопасности зимника, на место каждый раз выезжает комиссия экспертов. Вспытания показывают, сезонная трасса небезопасна. Следующий визит комиссии запланирован на следующую неделю. Напомню, синоптики обещают устойчивые морозы. Получить оперативную информацию о работе зимников можно по телефону, который вы видите на экране, на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЕНАО и на интерактивной карте. Негеройствуйте. Вот такой главный совет от Андрея Воронова. Сегодня услышали подрядчики, которые занимаются строительством в Новом Уренгое. Заместитель главы региона вместе с комиссией объехал каждый участок. Мы узнали, когда ждать новоселья и торжественное открытие. Здесь торопиться в зимний период очень осторожно. Мы, технодзор, контролирует каждую заливку. То есть стаканы отдельно стоящие. Сейчас как раз рекордов не надо ставить. Здесь нужно очень много фундаментов пройти. У вас будет летний период достаточно длинный сейчас. Главное, мобилизовались сейчас. Понимаете, проект. А с этим очень осторожно надо. В планах у заместителя губернатора Андрея Воронова посетить более 10 строительных площадок как на территории Нового Уренгоя, так и в районе Карачаева. Сегодня одновременно возводятся сразу несколько социально значимых объектов. Садики, бассейн, поликлиника, учебно-профессиональный комплекс и многоэтажка для переселенцев из аварийного жилья. На этой площадке продолжается строительство детской поликлиники. Здесь грунт, который будет заложен в фундамент, проходит несколько проверок. В том числе на плотность и устойчивость мороз. Начали в зимний период устройство фундамента. Процесс нелёгкий, но была разработана специализированная технологическая карта, то есть по устройству фундамента в зимнее время. Главная цель строителя – успеть сдать объект в срок. Конечно, при соблюдении всех требований к качеству. Закончить здание планируют к концу 2021 года. Здание будет в монолитном исполнении, полностью монолитное. Соответственно, сейчас отдельно стоящий фундамент на естественном основании. То есть не на мёрзлом грунте, а на тавом. То есть в этом вся и сложность. Поэтому приходится устраивать тепляки специальные и каждый фундамент заливать в отдельности. Ещё одной площадкой объезда стал микрорайон «Радужный». Здесь в перспективе должны появиться школа и детский сад. А кроме этого, к 2022 году 16 жилых домов. На данный момент присутствуют монтажи первого яруса каркасно-ригельной системы на детском садике. Строительная компания «Велес» помимо возведения нового микрорайона занимается и строительством детского сада в Тундровом. Подрядчики очень щепетильно относятся ко всем этапам работ. Грунт у нас завез не ямальский? Нет, нет, нет. Привозной. История целая с грунтом. Привозной. Фактически мы? Откуда? Из Омска. Омская земля теперь есть. Руководитель проекта ставит амбициозные цели сдать детский сад к концу 2020 года. Следом в строительном обзоре еще три объекта. Подрядчики здесь компания «Горстрой». Это два детских сада в микрорайоне «Строители» и «Винеклюзия». Тут не все так гладко. Руководство инклюзивного детского сада, который до сих пор не удается ввести в эксплуатацию, уверено, что в таком виде рано говорить о сроках сдачи. Основная задача, препятствующая сегодня, это помещение медицинского блока, который, к сожалению, не соответствует требованиям санитарного законодательства. Свои сложности есть и на строительной площадке жилого дома. Но несмотря на большой объем работ, подрядчики уверены, что все объекты сдать в сроки реально. Для этого продолжают работы в зимний период и набирают штат. Этот объект площадью больше 18 тысяч квадратов планируют сдать уже к концу этого года. К декабрю здесь появится девятиэтажное здание, которое сможет принять 320 семей. Сейчас главная задача – не упустить время. Несмотря на мороз усиливающийся, строители не останавливаются. И подбодрить, чем помочь, можем с Иваном Ивановичем. От нас очень многое тоже зависит. Это взаимодействие как с сетевиками. Ну и финансовые вопросы, конечно, стоят не на последнем месте. Округ ставит перед строителями серьезные задачи. Некоторые объекты необходимо сдать до конца текущего года. Например, три детских сада, которые сейчас строятся в городе. Еще один долгожданный объект, который остается пока долгостроим – это учебно-профессиональный комплекс. Лала Гасанова, Андрей Тихонов, Тейрадио, компания «Сигма» для НУР-24. Бездомных животных на Ямале теперь будут содержать по-новому. 30 дней продержат в службе отлова, стерилизуют, вакцинируют и чипируют. А после всех процедуру вновь выпустят на улицу. Про НУР-Урингу мы вам рассказывали. Давайте посмотрим, как обстоят дела в других городах округа. Об этом материал наших коллег из телекомпании «Ноябрьск-24». Я им ввожу чип. Вот. Все. Установка маленького чипа занимает у ветеринара всего секунду. Собака поймана на улицах Ноябрьска несколько дней назад. Ей уже поставили прививки от бешенства. А чип поможет в будущем любому человеку узнать всю информацию об этом животном. После этого будет туда зависела карточка, что она сделала прививка. Вакцинация от бешенства. Комплексная прививка. То есть будет описание, что это собака. Там кобель кастрированный. Вес, глубоко говоря, где-то 15 килограмм. Теперь такие процедуры будут проводить всем бездомышам. И кошкам, и собакам. Изменения в систему отлова были внесены после того, как в силу вступил федеральный закон об ответственном обращении с животными. Всех пойманных на улицах беспризорных псов будут сначала помещать в карантин, если надо лечить и чипировать. А главное стерилизовать, чтобы животное не могло приносить потомство. Вакцинируются животные, прививаются, чипируются и проводится стерилизация. В дальнейшем животному помогают ветеринары адаптироваться и выпускают в среду обитания прежнюю. Здесь уже у нас есть первые питомцы. Собаки были отловлены совсем недавно. Нужно сказать, что... Это были бездомные щенки? Да, бездомные щенки. Лекарства, медикаменты, теплые вольеры и даже аппарат УЗИ для животных. Две недели назад в Лобот-Нанге торжественно открыли первый на Ямале приют для бездомных собак и кошек. По распоряжению губернатора в ближайшее время такие учреждения появятся во всех районах округа. Как всегда, у нас общество делится на две категории. Одни ярые защитники, другие, что столкнулся, особенно когда касается детей, с тем или иным агрессивным поведением животных. Это всегда два противоположных лагеря. Такие центры позволяют эти интересы свести в одном месте, когда все найдут свой ответ. В приют для животных планируется открытие в нашем городе. Городские власти уже приобрели здание на промзоне. А в качестве даты открытия учреждения называют май 2020 года. С этого момента отловленных животных будут привозить в приют и именно там проводить все положенные процедуры. Правда, о пожизненном содержании уличных псов речь пока не идет. После стерилизации и вакцинации животных будут вновь выпускать на улицу. За счет государства идет вакцинация животных, прививка, но и количество уменьшений. То есть стерилизация и кастрация, что уменьшить приплоды и развитие, как говорится, беспородящих животных. Ну, я думаю, не сразу так будет видно результат, но через какой-то период времени должно быть видно, что идет работа, идет уменьшение численности безнадзорных бродячих животных. А вот волонтеры нововведения воспринимают пока настороженно. Как только в ноябрьске начались разговоры о строительстве приюта, жители города просто завалили зоозащитников звонками и вопросами, куда они могут отвезти свое домашнее, но уставшее ненужным животное. Пусть жители перед тем, как спрашивать и в принципе сдавать, ну уже на будущее мы должны предупредить своих питомцев в приют, пусть они знают, что дальше с ними будет. Привили, вакцинировали, стерилизовали и выпустили на улицу. И как сложится судьба питомца, которого вы туда сдали, ну никому неизвестно. А потому волонтеры просят в очередной раз напомнить. Бездомные животные появляются на улицах из-за безответственности людей, а новые законы призваны облегчить жизнь не нерадивым хозяевам, а их бывшим питомцам. Да и то временно. В итоге бездомыши все равно окажутся на улице. Евгения Демина, Сергей Павлов, Александр Паханов. Ноябрьск, 24. С 30 января в Новом Уренгое начали принимать заявления о зачислении в школу для родителей будущих первоклассников. Всего в этом учебном году в первые классы на Ямале пойдут почти 9 тысяч детей. Больше всех будущих первоклассников в нашем городе около 2 тысяч. Прием заявлений пройдет в два этапа. Первый с 30 января по 30 июня. Заявления принимаются от граждан, чьи дети проживают на территории, закрепленной за школой. На втором этапе с 1 июля по 5 сентября документы можно подать в любую школу по выбору. Заявления примут несколькими способами. В электронной форме через интернет, на портале образовательных услуг, в МФЦ и в самих школах. Я вот что вспомнила. Все дети в садике хотят быть школьниками. Школьники поскорее стать взрослыми, а взрослые снова попасть в детский сад. Следующая новость тоже похожа на шутку. Детсадовцы пришли в банки, чтобы научиться там финансовым делам. В том, насколько все серьезно убедилась наша съемочная группа. Мы с вами попутешествуем в мир денежной системы. А все знают, что такое денежки, да? Да. Главный инструмент финансиста – деньги. Как их заработать? Этот секрет хочет знать каждый, даже ребенок. Детей из Ивушки сюда в банк привела программа раннего профессионального обучения. И они на этом уроке точно узнают много нового и полезного. Скажите, вот это вот российское денежки? Да. А кто знает, какая это купюра? Тысяча рублей. Тысяча рублей, правильно. Научиться отличать деньги разного достоинства – одна из задачек занимательного урока. Еще во время путешествия в мир финансов ребята узнают. В других государствах и деньги другие. Валюта с разным названием. А когда-то вместо современных монет и купюр были старинные золотые, серебряные и медные монеты. Урок усвоен блестяще. Но самый бурный восторг у будущих финансовых воротил вызывает машинка для счета денег. Бывают разные монеты, копейки и рубли и доллары. Я думала, что там сначала делают деньги. Но там они их не делают, а наоборот дают. Нельзя рисовать на деньгах, рвать их. А у тебя есть копилка? Да. Много уже на копилках, ты думаешь? Много. Много? Скажи, пожалуйста, на что ты планируешь потратить те деньги, которые у тебя в копилке лежат? Что ты хочешь купить? Я хочу купить какую-нибудь игрушку там крутую. Закрепляют урок финансовой грамотности дошколята тут же, во время экскурсии по банку. Заглядывают к кассиру, получают талон к специалисту. В таком или другом формате детям нужно рассказывать про деньги. Убеждены те, кто сами знают про них всё. Будущие школьники, нынешние дошкольники, чтобы они чувствовали себя уверенно в современном финансовом мире. Повышение финансовой грамотности молодёжи – это залог успеха любого современного здорового общества. А мы, как Запсибкомбанк, мы заинтересованы быть полезными, как наш основной девиз. На знакомстве с работой банка программа раннего погружения в профессию у ребят из Зывушки не закончится. Они, кстати, уже побывали в пекарне и кондитерском цехе. И мечтают освоить теперь профессию журналиста. Наталья Риховских, Феликс Россихин, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Информационный блок продолжается. Лала Гасанова расскажет про преступления, расследования, суды и наказания. А у меня все новости к этому часу. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok